Всем привет! Всем привет, привет! Мы всех пустили. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, что меня видно и слышно. Всем привет! Если вы первый раз на нашем мероприятии, ставьте в чат циферку 1. Будем знать, что вы новичок. Сейчас еще несколько минут подождем, чтобы остальные все тоже могли войти. Вижу, еще подключаются люди, так что пока устраивайтесь поудобнее. Сегодня будет интересно, как, впрочем, и всегда у нас в нашем сообществе Sibur Digital Community. Меня зовут Парьянова Александра. Я менеджер проекта Sibur Digital Community. Сегодня у нас замечательная Людмила Змитрович из Sibur Digital. Тему вы видите на экране. Будем говорить про проекты по развитию IT-компетенций. И давайте начнем. Давайте знакомиться. Напишите, пожалуйста, в чат вашу компанию, вашу должность. Даже если вы уже не первый раз, всегда интересно видеть, кто у нас сегодня. А если вы первый раз, как я уже сказала, ставьте циферку 1. Будем видеть, что вы новичок. И это здорово. Вижу, еще подключаются люди. Отлично. Давайте вкратце наши правила. Правила сообщества. Их не так много. Мы про цифровизацию. Все, что с ней связано. В промышленности, в Сибуре промышленности и за пределами Сибур тоже. Мы делимся прикладным живым опытом. Мы общаемся уважительно и неформально. И мы равны. Вы также можете выходить с инициативой интересных для вас тем. И мы вместе сделаем следующий ивент вместе с вами, как спикера или как круглый стол. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. Проявляйтесь. Пишите мне. Чуть позже на следующем слайде будет. Отлично. Вижу. Представляетесь. Пишите, пожалуйста, в чат. Из какой компании? Чем занимаетесь? Пойдем дальше. Как вы видите на экране, Сибур Диджитал Комьюнити – это сообщество для отмена опытом, идеями. Сообщество диджитал профессионалов, которые готовы и хотят заниматься цифровизацией, изучают, исследуют все, что с этим связано. У нас в сообществе собралось уже больше, чем 300 компаний, больше, чем 500 участников. Стартовали мы летом этого года. И действительно аудитория очень качественная, очень отзывчивая и очень проникновенная. Всегда приятно видеть, как участники уже в конце встречи не просто задают вопросы, а часто выходят в эфир. И сегодня я также вас приглашаю в конце. Если вы захотите поделиться опытом или подискутировать со спикером, выходите прямо с видео, задавайте вопросы прямо сейчас. Вижу в чате. Пишите, пишите, откуда вы. Следующий слайд. Если вы смотрите в записи, можете поставить на 100, подсканировать QR-код и зайти в наш Телеграм-канал. Этот канал, он основная точка взаимодействия. Из него можно попасть в наш чат. В канале есть все записи в закрепе. И сегодняшняя запись там тоже появится. В канале мы делаем важные анонсы мероприятий, спрашиваем вас, как лучше развивать сообщество. Ну и дальше тоже вы видите слайд с ботом нетворкинга. Если вы вдруг с ним не знакомы, переходите. Там буквально в два-три шага вы сможете найти себе интересного собеседника. Выбрать интересы, по которым, собственно, вам бот и найдет собеседника. Пользуйтесь, списывайтесь, созванивайтесь. У нас уже прошло, как я сказала, с лета этого года больше, чем 20 мероприятий. Мы проводим их во вторник и в четверг в 7 часов вечера по Москве онлайн. Также у нас есть дополнительные мероприятия, но чаще всего это вторник и четверг. Контент у нас совершенно разный. Есть доклады, есть форкшопы. Скоро будет первое интервью 7 декабря. Не пропустите. Мы собираем круглые столы и совершенно разные темы рассматриваем. Также у нас есть неформальное общение. Это утреннее наше форкшоу. Следующее будет 6 декабря в 8.30 утра. Мы на полчаса встречаемся. И в неформальном таком интересном исследовании изучаем мир и друг друга. Следующий слайд. Да, вы видите контакты мои и нашей команды. Меня зовут Александра Пальянова. Если у вас есть идеи, если вы хотите стать спикером, пишите мне. Пишите, в принципе, всю обратную связь, все, что вы думаете про сообщество. Все, что непонятно, все, что понятно. Если у вас есть идеи, есть инициативы, выходите обязательно. Мы хотим развивать это сообщество как полезную точку, полезную платформу для обмена экспертизы мнениями, опытом. Поэтому welcome. Всегда рада. И, собственно, переходим. Я хочу передать слово Людмиле. Людмила, расскажите, почему именно эта тема, как, может быть, вы в нее пришли. И передаю вам слово. Ведите этот вечер. Расскажите. Коллеги, изо всех сил буду вести. Коллеги, всем привет. Добрый день. Добрый вечер. У меня, например, доброй ночи. У меня уже 11 вечера. Так что, знаете, время относительно. Давайте знакомиться. Меня зовут Людмила. Я человек с таинственной должностью, которая называется эксперт. Объяснять людям, что такое эксперт, когда это у тебя написано в трудовой книжке, это примерно, наверное, то же самое, что объяснять бакалавриату, что такое специалитет. Если кратко, то это значит, что и жнец, и швец, и мудоде тоже играем. Что я делаю? Я эксперт по повышению этой грамотности в компании Сибур. Работаю я в этой сфере 10 месяцев ровно. До этого я работала в технической поддержке Сибур Интернешнл. До этого у меня был незабываемый опыт работы преподавателем и в школе, и в университете, и на частных всяких мероприятиях, на курсах и так далее. Много всякого интересного. Собственно, о чем мы сегодня будем с вами говорить? Мы будем с вами говорить о том, что мы такого интересного делаем в компании для того, чтобы повысить эту грамотность наших сотрудников. Я предлагаю нам с вами, нас не так много из того, что я вижу, из того, что я вижу нас что-то прям, ну прям камерно, интимно, и, соответственно, мы с вами можем вполне себе комфортно общаться. Практически вслух, практически голосом. Поэтому давайте договоримся о следующем. Вы можете мне в чатик писать и вы вопросы. Если сильно хочется, то в конце вебинара выходите, будем говорить с вами голосом. Вижу кое-какие знакомые лица и имена, так что по именам их вызывать не будем. Но, коллеги, можно задавать вопросы, можно общаться, можно вот абсолютно все. Значит, вечер, все устали, поэтому давайте просто приятно проведем время. Какие у нас вообще были фундаменты для поднятия темы этой грамотности? Коллеги, кто из Сибура? Признавайтесь, сознавайтесь. Я не наругаю, я никому не скажу. Видеозапись чата не будет, никто не узнает, что вы из Сибура. Сознавайтесь. Кто не из Сибура? Вот я вижу то, что Алексей у нас не из Сибура. Алексей, очень рада вас видеть сегодня. Тоже пишите, коллеги, вот кто откуда. Так, кто-то что-то голосом сказал, и я не узнала. Коллеги, напишите в чатик. Кто у нас? Только с Сибура, тоже очень рад видеть, взаимно. Прекрасно же. Так, коллеги, сознавайтесь, пишите в чатик, давайте общаться. Все равно у нас тут не так много времени, хотя бы хорошо время проведем. Смотрите, на практике концепция повышения этой грамотности в компании, она означает, что мы занимаемся проведением обучения, подготовкой новых программ обучения, сбором потребностей, анализом этих самых программ, оценке их эффективности. Мы занимаемся, собственно, мониторингом, корректировкой содержания постоянно. Так, вот, Артем, Артем, спасибо, радуйте, радуйте, мое сердечко-то. Пишите, общаетесь со мной. Так, вот, Максим из Сибуры. Максим, отлично. Коллеги, не переживай, никто не наругай. А, я же слух называю, я говорила, что слух говорит. Все, коллеги, вы пишите, а я никому не скажу. Тайна, да, секрет. Собственно, что мы делаем, помимо этого? Мы готовим новых тренеров. Так, Александр, что-то прям крайне интригующее. Мы готовим новых тренеров, занимаемся унификацией систем, в рамках которых проходит обучение. И вообще в целом, то есть там прям огромный-огромный-огромный пласт задач, которые нужно решить для того, чтобы поднимать ИТ-грамотность компании. И оно это, собственно, чтобы вы примерно понимали, чем я занимаюсь. Мария, очень приятно, прям крайне приятно. Какие ключевые идеи стоят за нашей деятельностью? Ключевых идей на самом деле четыре. Я тут подглядываю, потому что я их себе вывела, чтобы точно не сбиться, чтобы, знаете, не наврать нельзя. Первая ключевая идея, которая стоит за тем концептом, что нам нужно поднимать этой грамотности компании Сибур, и в принципе, наверное, в любой компании, идея заключается в следующем. Мы можем создать, определить измеримый образ базового набора ИТ-компетенций, который подходит любому сотруднику, который работает в компании. Важная заметка с ПК или с ноутбуком, то есть с какой-то вот такой цифровой техникой. Потому что мы все понимаем, что, ну, допустим, в Сибуре у нас очень много заводов, и, соответственно, очень много заводов. В основном у нас, собственно, завод-то и есть. И там, соответственно, работают люди, которые работают аппаратчики, которые как раз-таки в ПК особо сильно не смотрят зачастую. Они занимаются каким-то очень прямым воздействием на технику. Поэтому их мы сюда не включаем. Но когда мы говорим, что у человека есть ПК или ноут, или планшет, или еще что-нибудь такое интересное, мы предполагаем, что, значит, у него должны быть какие-то очень конкретные компетенции, без которых его работа будет существенно затруднена. То есть это наша первая основа, на которой мы стоим, как гордый кто-нибудь, и очень тверденько стоим. Вторая основа, на которой мы базируем вообще, в принципе, наши принципы работы, любые принципы, в принципе, неважно, тавтология, база этой компетенции необходима абсолютно всем сотрудникам. То есть первое, мы говорим про то, что можно выделить эти базовые компетенции, это вполне себе реальная вещь, она прогнозируема, она подается анализу, она подается выводу. Вторая вещь, она нужна всем. Почему она нужна всем, я думаю, ну, мы тут можно не объяснять почему. Коллеги, все же понимают, почему базовая эта грамотность должна быть у всех. Есть кто-то, кто не согласен. То есть я работаю с ПК, мне базовая эта грамотность, она не нужна. Вот кто не согласен, сознавайтесь, чат по имени вызывать не буду, но обсудим, потому что там тоже у кого-то могут быть вопросы. Следующий столб, на который мы опираемся, ножка стола у нас такая следующая, это то, что сотрудники компании, на самом деле, все так или иначе готовы учиться. При условии, что это обучение, приносит им какой-то очень измеримый результат. Это либо изменение, упрощение, автоматизация каких-то их рабочих, текущих задач. То есть становится работать проще, становится работать вкуснее, интереснее. Скорость выполнения работы. То есть раньше я отчет делал полгода, долго плакал, шел к Маре Ванне, Маре Ванна мне помогала это делать отчет, потом ругалась на меня, но тем не менее вот это все так долго длилось, а теперь я это делаю сам, еще и там за полчаса, и вообще мне хорошо и вкусно теперь работать. Если готовое качество вашей деятельности в итоге повышается, это очень, как ни странно, проще всего заметить на людях, которые готовят презентации. Я понимаю, что это странно, но вот у нас есть курс по PowerPoint, и вот эти люди, это первые люди, которые всегда очень громко кричат о том, что наш готовый результат визуально стал гораздо лучше. Мы научились работать в PowerPoint, наша презентация выглядит лучше, никто не зевает во время наших выступлений, всем понятно, что там происходит, информация организована правильно, у начальства меньше вопросов по итоговым отчетностям и так далее, и так далее, и так далее. И следующий столб, на котором мы стоим, это выравнивание уровня владения и компетенции по компании, самой компании экономически крайне выгодно. Компания на этом зарабатывает. Ну, мы знаем то, что любой рубль, который мы не потратили, который мы сэкономили, мы, считай, его заработали. А тут, значит, у нас с двух сторон идет эта вся история. Тоже сейчас поговорим про экономический эффект. То есть это та повестка, с которой мы вышли на начало 2021 года. В 2020 году повестка была, прямо скажем, другая. На 2021 год мы вышли, то есть мы на начало года построили себе принципы, на которые мы будем опираться в своей дальнейшей работе. То есть мы ищем измеримый результат, мы ищем эффективный результат. Слова-то какие-то все, но краше другого. Мы, значит, знаем, что наши сотрудники готовы учиться, если мы им дадим качественное, хорошее обучение. И мы знаем, что наша компания, в принципе, на этом более чем способна заработать. Сама повестка легко трансформируется в очень конкретные вопросы. Так, типа, мы услышали. Делать-то что? Что с этим делать? Как быть? Как жить? Как миром править? И тут, значит, вопрос, что делать, он уже сложный. Так, мы определили, на что мы опираемся. Теперь нам нужно понять, что делать. Для того, чтобы понять, что делать, нам нужно отвечать еще на какие-то вопросы. И тут возникает еще один вопрос, прямо следующий. Коллеги, что такое базовая компетенция? Вот ваше мнение в чате, пожалуйста, в студию. Что в вашем понимании такое базовая компетенция? Что это за зверь? Потому что эмпирически мы все это знаем. То есть это вот какое-то на самом деле такое общее знание. Знаете, как говорят, что все знания есть в тебе, загляни в себя, и ты все познаешь. Как ни странно, это одна из таких вещей. Коллеги, как вам кажется? Можно вот в чатик, можно вслух голосом, при условии, что у вас есть гарнитура и нет жуткого эха. А то мы же все будем, я буду нервничать и переживать, вы что-то сказали, я вас не поняла. Что такое в вашем личном понимании базовая компетенция? Если какого-то восприятия нет, можно написать просто минус в чатик, чтобы я не тянула кота за хвостик и не привела интригу. Потому что я такая-то. Так. Людмила, очень созвучна ваша тема. Еще раз представлюсь с Артемом Сучковом, университетом Иннополис. Вы знаете, мы с вами почти что коллеги, потому что я тоже преподаю цифровую грамотность. И когда я только начинал как раз свой путь в этом направлении, я как раз столкнулся с вопросом, а что же такое все-таки IT-компетенция, ну или цифровая грамотность. И в целом вот мое понимание цифровая грамотность – это умение решать задачи, достигать каких-то результатов при помощи цифровых инструментов. Что это может быть? Либо же там это умение пользоваться интернет-ресурсами, либо же основу программирования. Здесь все зависит уже от тех потребностей, которые есть. В целом вижу так. Вообще отлично. Так, я вижу Сергея Аникина. Здравствуй, Сергей. Как я рада тебя здесь видеть. Коллега, мой бывший. Минимальный барьер входа. Так, отлично. Базовые, то есть позволяющие упадать свою работу правильно и быстро. Поэтому может сильно отличаться между функциями, уровнями в организации. И Т-грамотность. Анна, чудо. Работа в Excel со сводными таблицами, всякие другие фишки и возможности. Анна, вы там у нас случайно фокус-группы не были, потому что имя мне, ваше фамилия особенно крайне-крайне знакомо. Базовые функции – Excel, Word, PowerPoint, Microsoft Project. Отлично. Коллеги, вообще мы когда думали о том, что такое базовая компетенция, мы пришли к тому, что у этого ответа есть два уровня, которые Артем очень крайне классно обозначил. И в чате, и они тоже, заметьте, все так или иначе упоминаются. Первый уровень, он лежит прямо на поверхности. Это тот софт, с которым мы все работаем ежедневно. Коллеги, что это за софт? Ну, на вскидку. Вот с каким софтом в вашей компании точно работают все? У кого есть ПК, без вариантов. Каждый день открываем. Что это будет? Можно в чат, можно голосом. Почта, Алексей, конечно. Почта, Outlook. Значит, человек должен уметь работать в Outlook. Там в Outlook, господи, вы не представляете, сколько там может быть проблем. Офисные программы, по сути, весь пакет офиса. Весь пакет офиса у нас входит в базовую этой компетентность. Плюс мы сюда еще, знаете, что добавили? Мы сюда добавили базовую ПК-грамотность. Мы это называем лайфхаки Windows 10. Но на практике этот курс, по сути, преподает как раз-таки базовые компетенции владения ПК. Настройка рабочего стола. Работа с панелью быстрого доступа. Работа с панелью задач. Убивание тех программ, которые зависли и погибли. Восстановление файлов, которые вы там закрыли, не сохранив, где же их искать. То есть всякие вот такие штуки, которые основаны на реальных запросах пользователя на службу технического проекта поддержки, мы транслировали вот в курс по работе с Windows 10. И таких курсов мы какие-то уже были готовы в компании на основании колоссальной проведенной работы. Мы их там немножечко редактировали в начале года. И на самом деле, в течение года мы продолжаем их периодически обновлять. Какие-то курсы мы разрабатывали, ну скажем, с нуля, опираясь на тот запрос, который мы увидели. То есть это первый поверхностный уровень. Второй уровень, про который очень хорошо сказала Артем, это уровень повыше чуть-чуть. Это какой-то узкоспециализированный софт, с которым, тем не менее, в компании взаимодействуют широкие группы людей. Для разных компаний этот набор софта может отличаться. Я могу сказать про то, с чем мы, софт, либо система. Тут я говорю софт в каком-то абстрактном смысле этого слова, совсем абстрактном. То есть это либо система, либо софт, либо банальные какие-то порталы. То есть вот все то, с чем работают крайне устно специальные люди, незнание корректной работы в этих системах может повлечь в том числе экономические риски какие-нибудь, как маленькие, так и крупненькие. То есть это тоже что-то, чему надо учить. Для нас это 1С, это САП, это сейчас СРМ, в том числе, там этот третий пальц был, КИС-ЕСМ, Джира, Конфлюенс. То есть это следующий уровень ИТ-грамотности. Мы сюда добавили какие-то совсем узкоспециализированные вещи, которые ориентируются только на нас, потому что, ну знаете, начали, чего уж останавливаться. Мы сюда включили, о боже, правые печати сканирования и в целом ARM, работу с ARM отдельно. И мы включили со страшной силой сюда такие вещи, как ИСУИД, это вот наши системы, которые конкретно нам нужны, нам без них смерть. Вот по ним мы тоже учим. То есть мы определили два уровня базовых компетенций. Первый уровень абсолютно не для всех, второй уровень, во-первых, не для всех, во-вторых, еще внутри групп, в зависимости от функционала, должности, ну банально, кто с чем работает, там тоже базовый уровень начинает варьироваться. То есть это вот то, с чего мы начали нашу работу. Какие проблемы в компании решает обучение? Коллеги, ваши опции, ваши предположения, ваши варианты. Если мы по базовым компетенциям учим людей, что нам это дает? Зачем нам оно? Оно же там не просто все такое красивое, интересное. А ну, знаете, преподавать на самом деле такой кафе, посидишь перед тобой кучу людей. И вы там что-то интересное делаете, что-то обсуждаете. Такой, боже мой, какая прелесть, чаю попил заодно в процессе. Но ведь суть не в том, чтобы тренер получил удовольствие от тренинга, правильно? Что-то компания от этого получает. Коллеги, ваши предположения? Можно голосом. Голосом вообще хорошо. Можно в чате. Любой вариант. Какие проблемы в компании решает проведение обучения по базовым компетенциям? Если без идей, вы мне, пожалуйста, кто-то говорит. Да, голосом решил это, Алексей. Банально первое, что приходит в голову, конечно, эффективность. Эффективность. Меньше нагрузки на техподдержки вижу в чате. Два. Увеличивает количество полезных действий на единицу времени вижу три. Так, коллеги, еще предполагаем. Алексей, у вас, может быть, еще что-то есть? Так, меньше тратим времени на адаптацию. Вообще чудо. Так, коллеги, да, вот это основные вещи, которые мы видим. Есть еще одна штука. Алексей, если я вас перебиваю, мне, пожалуйста, дайте знать, потому что меня заткнуть вообще вообще невозможно. Я просто медленно думаю. Но в каком-то смысле обучение еще калибрует людей по культуре, ну, это немножко пафосно звучит, а скорее по целеполаганию. Зачем нам это нужно? Потому что любое обучение все равно транслирует какую-то мысль не только вот тебе инструмент, но и объясняем, зачем он нужен, в каких ситуациях. Это как-то людей выравнивает чуть более верхнеуровневым смыслом, куда компания движется при использовании этого. Да. Коллеги, вот в чате еще пишем, меньше времени тратим на адаптацию. На всякий случай, если не совсем понятно, о чем это речь, речь о том, что приходят новые сотрудники в компанию, и он не сидит и вот так вот плачет в углу, а есть целый набор обучающих программ, один из проектов, над которым мы работаем сейчас, есть целый набор обучающих программ, на которые он приглашается, проходит обучение, и он уже погружается. И нам не нужно отвлекать его коллег, нам не нужно отвлекать его руководителя. Я когда пришла в компанию, слушайте, страшное дело, я сидела и вот такой вот, это они, понимаете, я вот, давайте прям покажу, чтобы вы поняли масштаб проблемы распечатанных инструкций читалось. Страшное дело было. Было давно, было давно, так больше не делают, но жуть какая. Уходим от рутинных задач к более важным и системным. Да, вот, Анна, ваш комментарий сейчас транслирую в следующую ступень. Мы, по сути, выращиваем наши собственные кадры, понимаем, поднимаем их на уровень выше, делаем их более квалифицированными. И базовая ступень обучения позволяет в дальнейшем перейти к более сложным. Если человек не умеет пользоваться, не понимает, что такое Excel, он, конечно, может пойти учить питом. Но если у него нет понимания структурности систем, то ему будет сложнее. Опять же, если человек не умеет пользоваться Excel, то с SQL, скорее всего, у него тоже будут вопросы. То есть вот такие вот вещи, они все, на самом деле, накладываются друг на дружки, они хорошо транслируются дальше. Коллеги, вообще отличные комментарии. Не знаю, прям чудо какое-то, большое удовольствие. Так, внезапно, внезапно мы с вами определили, какие конкретные проблемы может решить обучение. Какие направления для работы мы выделили? Тоже период начала года, хотя врать не буду, какие-то отдельные элементы мы внедряли там еще постепенно. То есть не все, но, знаете, там не было такого эффекта, что мы такие, так, и так, февраль 2021 года, сейчас мы решим все. Нет, какие-то постепенно проекты возникали со временем, какие-то проекты возникли еще в конце 2021 года, в конце 2020 года, какие-то проекты мы только сейчас понимаем, что у них есть потребности, будем их в дальнейшем запускать, но вот то, что у нас сейчас уже в работе полностью, от и до, во многом там либо посреди, либо там на каких-то завершающих процессах, это следующее. Первое, мы проводим регулярное обучение по базовому софту внутри компании. То есть любой сотрудник может записаться два раза в месяц на базовый курс по Excel, на расширенный курс по Excel, один раз в месяц на курс такой большой, объемный вокруг Excel за 80 формул. Я просто названиями кидаюсь, но чтобы вы понимали наш штаб. У нас есть курс по анализу данных, например, в Excel. Это Excel. Есть два раза в месяц курс по Word, два раза в месяц курс по SharePoint, есть два раза в месяц, сейчас сокращаем частотность, курс по Word, по PowerPoint, по Jiric Confluence, тоже сейчас будем сокращать частотность, поскольку массив обученных сотрудников, он потихонечку растет, растет и растет. То есть это первое, что мы делаем. Мы следим за тем, чтобы у нас были регулярные обучения, доступные, возникает следующая проблема, это проблема информирования, и мы к ней еще вернемся. Дальше. Мы продвигаем обучение по запросу по узким системам. То есть человек может прийти к нам и сказать, у меня есть группа сотрудников, у нас там 10, 15, 5 человек, неважно, нас нужно обучить работе в таких-то транзакциях, с API, по тому-то, таму-то. Сейчас это все более доступно, чем было в прошлом году. На цифрах посмотрим буквально через секунду. Мы работаем с техподдержкой. Следующее направление. Мы находим людей, которые подают запросы, которые могли бы и не подавать, если бы они знали, что-то надо делать. Берем эти самые запросы, так вот, хватит, ставим на них тег, нужно было решить самостоятельно, постепенно, регулярно повторяющийся процесс. И людей, которые подают запросы с таким тегом, а, направляем на обучение, б, мониторим их результаты обучения. Ты прошел обучение, дорогой друг, изменилось ли что-нибудь в твоем мире ощущения? Подаешь ли ты еще такие запросы на техподдержку, или все-таки ты уже, ну, со всем разобрался, справился, нужно ли нам с тобой что-то еще сделать, чтобы ты дальше уже разбирался сам. Обучения такие узкотаргетированные, они ориентируются на тот пул запросов. Да, нам, поверьте, хватит этого слайда. Коллеги, у нас нет страницы презентации, нам этого слайда хватит за глаза, потому что это все то, что мы вот с вами обсуждаем. Таргетированный пул запросов, точнее, таргетированное обучение строится на том пуле запросов, которые люди подавали. Такие обучения проводятся в среднем пару раз в квартал, плюс сюда же добавим то, что мы работаем с новыми сотрудниками, новый сотрудник пришел в компанию, мы приглашаем его на обучение. Делаем поправку, это в такой форме, активный, простой, работает только для русскоязычных сотрудников, с антиплоязычными, у нас есть определенная проблема, не хватает тренеров, которые могли бы говорить по-английски. С этим, да, с этим у нас небольшая беда. Также мы разрабатываем и внедряем запросы на изменения в систем, для того, чтобы отпадала необходимость подавать запросы, то есть чиним сами системы наши рабочие, мы разрабатываем памятки, инструкции дополнительные, мы разрабатываем и популяризируем сервисы самообслуживания, в данном случае речь идет о портале ИСУИД, на многих предприятиях у нас есть сервер самообслуживания по ИСУИДу, что очень удобно, это означает, что сотрудники могут получать новую группу доступа, не обращаясь на службу техподдержки. Вот такие вот вещи. Дальше, мы работаем конкретно с предприятиями, еще одно направление, мы выходим на предприятие, пока что самый большой, толстый, мощный пилот у нас был на запсихе на техиме, на предприятии 4000 человек, мы обучили из них полторы. Мы пришли к ним, провели тестирование, посмотрели, где у кого западают, какие темы, по этим темам этих сотрудников обучили, провели повторное тестирование. Вот полторы тысячи человек у нас прошли обучение. Для понимания, каким статистическим простым измерением и результатом это приводит с точки зрения, например, количества обученных сотрудников. С 2020 год, мы за весь год обучили 13,5 тысяч людей. Я сейчас говорю про 3 месяца, ой, про 3 месяца, про 3 квартала 2021 года. За 3 квартала 2021 года, то есть за 9 месяцев, мы обучили 13 тысяч людей, то есть на 500 человек меньше. В прошлом году мы учили вот 13,5 всего за 12 месяцев, в этом году мы 13 тысяч обучили за 9. Плюс, плюс еще такая штука, что где-то почти 1000 человек в прошлом году была обучена в декабре, то есть в конце года, за счет того, что внедрялся проект по работе с СНХ, по работе с предприятием. То есть это все очень интересная история. С какими проблемами мы столкнулись, когда мы только начали вообще наш проект в этом году? Повторюсь, мы взяли то, что было раньше, и вышли с ним на какую-то другую ступень. То есть это не прям никогда не было обучения, а мы такие взяли и все изобрели. Это неправда. Там были обучения, мы просто с ними начали работать по-другому. С какими проблемами столкнулись с начала года? Нам не хватало тренерского персонала. Я в одного вела весь пакет офис. Было непросто, не грустно. В смысле, мне нравится преподавать, но нагрузка получается большая на одного человека. У нас не было единой платформы для проведения обучения. То есть у нас какие-то обучения были по скайпу, какие-то там очные, какие-то на вебинару, какие-то через Zoom. То есть с ума сойти это невозможно отслеживать, невозможно нормально контролировать поток выгрузки видеозаписи и каталогизацию видеозаписи со старых вебинаров. Соответственно, мы теряем какую-то целую базу знаний. И нам очень сложно было проводить аналитику того, что получилось, что не получилось, что было хорошо, что было плохо. Соответственно, дальше. В разных предприятиях холдинга разный подход к вообще организации обучения, к стандартам запроса всего на свете. Нам нужно было обновлять содержание программ, перерабатывать старые, разрабатывать новые. Мы не понимали в первое время, мы пытались выяснить, как же нам оценить эффективность обучения, и мы не понимали, как определить уровень владения базовой компетенцией. Что мы сделали? Ну, во-первых, одна проблема осталась. Мы нашли очень много тренеров, но нам их не хватает. Поэтому, коллеги, я тут видела учу сотрудников в Сибуре. Если сердце ваше просит активности, оплачиваемой активности, приходите ко мне. Я вас буду учить, вы будете тренерами, нам не хватает тренера по Excel, потому что пока что основная нагрузка все еще на мне. Нам не хватает тренера по PowerPoint. Приходите. Нам есть, нам есть, что интересного. Но, тем не менее, основная нагрузка с меня с мало. У нас теперь огромный клуб преподавателей, мы много всякого интересного делаем. То есть, по большей части проблема тренерского состава была устранена. Мы перенесли все обучения сначала на вебинару, что удобно. Во-вторых, мы постепенно, ну, не мы, корпоративный университет, постепенно внедрил ЛМС, а мы, соответственно, вместе с ними туда перешли. Там не все гладенько, но много вкусного. Много вкусного, много хорошего, много с чем, много что это нам обращает. В первую очередь, введение отчетности. Мы переоценили все наши программы на предмет следующего сравнения содержания программ с рыночным содержанием. То есть, ну, что я делала? Я шла в интернет, в интернетах, искала, какие у нас предприятия предлагают всякие интересные штуки по обучению, какие компании предлагают нам что-то. Смотрела содержание этих программ, смотрела функционал, который там рассматривается, объем этих программ. Смотрели, это первое, что мы делали. Мы смотрели функционал наших сотрудников, смотрели, что будет наиболее востребовано, что наименее востребовано. Мы брали опыт технической поддержки, то есть, с чем люди обычно обращаются за помощью. И в целом, это на самом деле процесс непрерывный, то есть, мы его периодически повторяем, и там еще, знаете, как минимум три не валявшихся коня в этом поле, то есть, там еще есть что поделать. Но концепция в целом, она выглядит так. То есть, вот так мы оцениваем содержание наших программ. И мы это повторяем, продолжаем делать и делать, и делать, и судя по работе фокус-групп, судя по повторной оценке эффективности обучения, это дает свои результаты, хороший результат. Мы разработали единое тестирование для компании. Оно пока не внедрено, но апробируется. Сейчас как раз завершалась его тестовая прогонка на фокус-группах. Там еще будем смотреть. То есть, у нас разработан тест, который в такой плюс-минус аттрактивной форме смотрит у человека базовые компетенции. Если он может спокойно там процентов на 70 ответить на этот тест, это значит, что ему обучение в целом не нужно. Есть что подтянуть, но оно не обязательно. Если ниже, то тогда мы уже человека активно привлекаем, в зависимости от уровня ответа, мы его привлекаем на ту или иную программу нашего обучения. То есть, мы разрабатывали обучение и к этой парадигме обучения, то есть, там целый цикл, их много всяких разных, мы к ним привязывали единое тестирование. Соответственно, когда человек сдает тест, в зависимости от его набора результатов по разным шкалам, по пакету офиса в целом, по отдельным каким-то элементам пакета офиса, мы его приглашаем или не приглашаем на ту или иную обучение. Не на все разом, а вот конкретные вещи. Мы разработали и внедрили итоговое тестирование по курсам, с ним тоже там не все идеально гладко, но, тем не менее, это самый простой способ оценить, усвоил человек или не усвоил. Опять же, методика разработки тестирования, кто хоть раз не интересовался, тот знает, что это большая головная боль. Тем не менее, теоретическая поддержка, она позволяет разработать эффективное тестирование, а нас это вообще важно, нужно, чтобы сотрудники думали. Для понимания, несмотря на то, что вопросы мы составляли далеко не простые, эффективность обучения, то есть, итоговый результат по тестированию, у нас в среднем колеблется около 80 с чем-то процентов. Это хороший результат. Какие сейчас результаты наших воздействий мы видим на компанию? Ну, во-первых, у нас есть измеримые результаты, мы видим снижение числа обращений от важной истории обученных сотрудников. Есть по отдельным системам спад в целом по обращениям, но это связано с тем, что там был большой процент сотрудников, которых нужно было обучить, они были обучены, поэтому есть целый спад. Ключевая метрика у нас все-таки не такая. Мы не пытаемся избавиться от всех обращений от поддержки к жира. Нет, неправда, мы пытаемся избавиться от тех обращений, в которых человек мог бы обойтись сам, своими силами, если бы он знал, как это делать, либо почитал бы инструкцию внимательную. То есть мы вот эту метрику, мы от нее избавляемся. Мы не режем человек часы насмерть, прямо со страшной силой. Это не так работает. Мы провели менее простые в оценке результаты. Это то, как сотрудники оценивают свою работу после обучения. Мы сейчас проводили кучу фокус-групп, и впереди еще несколько по разным предприятиям. И на этих фокус-группах в течение полутора часов взаимодействуем с публикой, то есть люди, которые активно проходили обучение, что они там делали на этом обучении, они взаимодействовали с тренером, они зачастую были не на одном обучении, а на нескольки, и мы им задавали разные вопросы. Мы смотрели, например, какие ключевые темы они помнят или не помнят. Мы смотрели, какие навыки они используют или не используют. Они прошли обучение, чего им теперь не хватает. Они прошли обучение, что они теперь делают по-другому. Они прошли обучение, какие рутинные операции стали проще, быстрее и так далее. То есть брали очень много субъективного, такого жестко субъективного мнения, что в их понимании стало по-другому. И там результат тоже очень хороший. На вскидку самый такой приятный результат, который мы видим, это то, что рутина операции в виде подготовки отчетности и анализа данных везде, очень часто на всех предприятиях пишут ключевые штуки о том, что аналитика стала проще за счет того, что я лучше знаю, как работать с Excel, и за счет того, что я лучше знаю, как показать мои результаты в работе с PowerPoint. Вот, казалось бы, что может быть банальнее, чем PowerPoint, но тем не менее, там есть чем заняться, есть чему научиться. Что еще такого доброго, светлого мы нашли? Мы видим положительную динамику в результатах тестирования, то есть итоговое… Алексей, вижу вопрос, отвечу на него через секунду. Мы видим положительную динамику по результатам итогового тестирования. Мы смотрим, то есть что было входное тестирование, что стало выходное тестирование. То есть нам есть очень хорошая динамика. Мы еще… Внезапно хороший результат. Наши сотрудники теперь обучаются внутри компании. По тем темам, которые у нас представлены, опять же, у нас представлено не все. Но по тем базовым темам, которые у нас представлены, наши сотрудники обучаются внутри компании, они уходят извне. Если вы когда-нибудь смотрели, сколько стоит внешнее обучение, где угодно, потому что я посмотрела их много. Я их… Вот у меня была задача, я что-то месяца два лопатила все возможные источники обучения и смотрела, сколько это стоит. Если вы хоть раз это посмотрели, то вы знаете, сколько стоит регулярно учить группу сотрудников. Это довольно-таки большие деньги. Эти деньги наша компания экономит. У нас есть внутренние подготовленные специалисты, которые способны это обучение провести. Это делается силами техподдержки, это делается силами наших внутренних специалистов. И, коллеги, еще одна такая важная история. Кто-нибудь из вас учился на внешних курсах работы с офисом, например? Поставьте плюсик, кто учился. Ну, там, либо что-нибудь. Алексей, Мария, сейчас вот еще блок расскажем и прям по вашим вопросам пойдем. Коллеги, учился кто-нибудь на внешних курсах скиллбокс? Что-нибудь, что-то подобное. Так, опыта не было. Так, опыта тоже не было. Ни у Марии, ни у Алексея опыта не было. Коллеги, у кого-нибудь был опыт? Так, все молчать не было. Основная проблема, когда мы идем покупать какой-то большой курс, особенно скиллбокси, заключается в том, что там очень много часов. И очень много. Это означает 40+. 40 плюс часов обучения Excel. Мотивировано ли обучать сотрудников 40 плюс часов Excel? С одной стороны, да. Глубинное понимание всех проблем работы в системе позволяет достичь глубокое, подробное обучение. Есть ли у нас потребность учить абсолютно всех глубоким-глубоким анналом методик Excel-евских, не знаю, таблиц? Нет. У нас есть очень конкретный пул задач, который решает сотрудники. Что чаще всего люди делают? Люди чаще всего работают с базами данных, какими-то большими либо небольшими. Люди чаще всего ищут данные в таблицах. Люди чаще всего готовят какие-то сводные отчеты. То есть мы знаем, что делают наши сотрудники. Точно так же у нас происходит с обучением с джирой, многострадальной абсолютно. Мы знаем, какой функционал доступен нашим сотрудникам, какими плагинами они пользуются. То же самое с САПом. Нам нет необходимости уходить вовне, покупать и платить большие, бешеные, безумные деньги за, господи, забыл это слово по-русски, за, давайте так назовем, подаливание нашего обучения. Мы делаем это сами, поскольку мы знаем нашего рецепента. Так, кто-то говорит вслух? Говорите. Никто не говорит вслух. Неман. Так, коллеги, отвлекаемся. Два вопроса и потом поговорим про болевые точки, потому что далеко не все у нас получается. Так, вопрос от Алексея. Людмила, есть ли у вас какой-то подход для оценки количества усилий на обучение против эффекта в экономических результатах бизнеса? Это непростой, но ожидаемый вопрос у руководителя бизнеса. Алексей, есть. Короче, история такая. Делайте следующий. Прямо рецепт. Господи, как я настрадала с этой штукой. Кто б знал? Ладно, мой руководитель знает. Ну, боже мой. Смотрите, делайте две вещи. Первое. Вам нужно оценить четко, сколько стоит один час условно работы сотрудника технической поддержки. Сколько стоит один час специалиста, который проводит обучение. И сколько стоит обучение на внешних ресурсах. Дальше, соответственно, мы что смотрим? Как я смотрела? То есть я знаю, что я провожу ежемесячно какое-то количество обучений. Ну, вот если мы вернемся к статистике за первые три квартала, то есть я говорю о том, что я за одна я исключительно. Совершенно. Ну, понимаем. Я в смысле, я как целый пол людей, я как компания. Итак, я знаю то, что мы обучили за 2021 год, мы обучили 13 тысяч человек. Сколько нам обошлось обучить их силами наших внутренних сотрудников компании? Цифры называть не буду, но тем не менее мы обращаемся к HR, мы берем у экономистов конкретные цифры, мы смотрим, сколько это стоило. Дальше. Сколько мы сэкономили в деньгах на обращениях о технической поддержке? То есть у нас идет падение по часам по расходам на вот эти запросы за счет приведенного обучения. Сколько в деньгах это падение нам экономит? И дальше. Сколько стоит внешнее обучение? Вот этих 13 тысяч. Огромных денег. Мы, там цифры совершенно несопостоимые. Обучать внутренними силами безумно дешево. При этом, заметьте, мы платим сотрудникам. То есть у нас нет такой позиции, что на тебе ты лошадь, ты едь. Нет, мы платим сотрудникам. Сотрудники получают дополнительные выплаты за проведение обучения. То есть это не что-то там волонтерское. Они не на благо компании работают. Они работают на благо компании в том числе. Но они еще работают для себя, любимого, хорошего, доброго, полезного. Они получают за это экономическую плюшку финансовую. Они получают за это развитие навыков. И если вот особенно руководители бизнеса, коллеги из Чары, кто смотрит резюме, тот знает, что тренера обычно стоят больше денег, нежели сотрудники без опыта публичных выступлений, либо без опыта тренерской деятельности, поскольку тренерская деятельность, она в принципе довольно-таки востребована сейчас. То есть это выгодно сотруднику, это выгодно компанию. С совместными усилиями мы получаем взаимовыгодный профиль. Если не до конца ответил Алексей, потому что я вот конкретно цифры сейчас называть не могу, но... Нет, нет, Людмила, ответ хороший. Я чуть-чуть позанувствую. Вы описали ситуацию, сколько мы сэкономили. С этим понятно, и это тоже очень важная часть истории, вопрос еще более провокационный, а сколько мы этим обучением заработали, то есть насколько процессы стали быстрее, эффективнее, стабильнее. Вот это самый сложный вопрос. Ну вот тут у нас два направления. Одно направление не совсем мое, то есть у нас есть направление, которое прям заработали-заработали. Тут не я, там какого-то числа будет выступать Татьяна Юрьевна здесь же. Она будет говорить про центр экспертизы, насколько я понимаю. Вот она вам расскажет, это тоже наше направление, но они делают что? То есть я учу базовые грамотности, они берут специалиста и по карьерному треку делают из него, например, разраба джуниора. Он не занимался программированием, у нас есть потребность, у нас есть открытая вакансия, мы внутри у себя готовим джуниора вот теми же средствами. Конкретно в нашем случае, и Т-грамотность, у нас деньги на сэкономили, и у нас деньги идут. Опять же, мы тоже сэкономили, то есть у нас идут деньги, чья техническая поддержка? Мы экономим на трудозатратах технической поддержки, то есть у нас наша техническая поддержка занимается, может заниматься более важными и интересными вещами вместо того, чтобы людям почту архивировать или там автоответ настраивать. Страшнейшая вещь. Не представляете, сколько у нас было таких запросов. Вот мой опыт работы в техподдержке, это и вовсе вечная боль. Так, вопрос от Марии. Алексей, опять же, не до конца ответила? Да, задавайте, догоняйте и задавайте еще сверху. Мария, Людмила, как вы проверяли, используя сотрудники новые знания или нет? Тут у нас есть, смотрите, два момента. Первое. В зависимости от того, о чем мы говорим, о ком-обучении. Помните, мы говорили про два уровня? Если мы говорим про верхний уровень, это САП, это КИС, это 1С, это вот все вот отсюда, то есть какие-то узкие специализированные системы. Это проверяется просто, это удобно проверяется, это отсутствие запросов на службу технической поддержки. То есть они в рамках своего функционала продолжают работать, но только то, что раньше у них вызывало вопрос, зачем они шли на техподдержку, они теперь за этим не идут, они это делают сами. Это простая метрика. Более сложная метрика, помните, вот буквально пару минут назад я говорила, измеряемые, сложно измеряемые. Сложные измеряемые – это, ну вот, а как понять, что человек Экселем пользуется нормально? У нас нет такого типа запроса на техподдержку, помогите с Экселем. То есть если я периодически получаю вопросы какие-то от людей, там, Людмила, помогите с Экселем. Но основной вопрос, как измерить, что сотрудник применяет новые правила, новые знания? Фокус-группа. То есть мы проводим фокус-группу, потому что у нас нет запроса на техподдержку, мы не можем взять и запросить там с предприятия, отдайте-ка нам все ваши там Экселевские документы, мы проверим, нормально ли они там функциями считали или, знаете, там через плюсик, прости господи. Нет, это фокус-группа, мы спрашиваем конкретно, коллеги, где применяете, что применяете, что не применяете. Без давления мы не осуждаем сотрудника, если он пришел, получился такой, ну, блин, четверть из этого мне не нужна. Окей, это нормально, когда мы готовили наше обучение, мы готовили очень обобщенное обучение, мы готовили обучение, на которое можно привести любого сотрудника. То есть это тоже нормальная история. Мария, если не до конца ответила на ваш вопрос, дозадавайте, догоняйте и задавайте еще сверху. Так, коллеги, так, пам-пам-пам, господи, чатик-то скачет. Так, Мария, вам спасибо, хороший вопрос, хороший вопрос от себя, какое удовольствие. Так, технический, но часто конфликтный вопрос. Участников обучения, линейный персонал зовете в рабочее время? Если нет, то приходится доплачивать за выходной отцепной. Мы не обучаем сотрудников в нерабочее время. Вообще, мы обучаем сотрудников в их, в смысле, скажем так, у нас технически возможность у самого сотрудника, если ему сильно надо, прийти в нерабочее время есть. Но на данном этапе система построена так, что для того, чтобы выйти на обучение, у тебя должен быть корпоративный нот. Или корпоративный ПК. То есть ты учишься в офисе. Наше обучение, наши программы, они небольшие по длительности. Очень важная штука. Они занимают, сама программа занимает 2-2,5 часа. Есть отдельные продвинутые программы, которые занимают больше по времени. И тестирование суммарно занимает порядка 15-20 минут. У них на это тестирование есть несколько дней. То есть мы обучаем в рабочее время. Поверьте, по опыту сэкономить, отдать человеку 2 часа на то, чтобы он во время работы сел и получился, гораздо вкуснее и удобнее, и экономически более выгодно, чем говорить ему, иди в свой выходной, а он такой, не пойду. А у меня дача, а там картошка растет, а тут мы еще и порося завели, и все, и баст. Поэтому мы учим в рабочее время. Это вполне себе конкретная позиция. Отдельные люди, когда им сильно-сильно надо, они там в отпуске, еще кто-то. Я сама сейчас буду в отпуске учиться, но не потому, что, значит, меня кто-то заставляет, потому что вот мне надо. Вот я хочу. У них такая опция есть, но она сложно достижимая. Так, какое самое большое единовременное количество слушателей приходилось обучать? Слушайте, вообще злой вопрос, потому что на регулярных программах большого числа спикеров не бывает, потому что они идут 2 раза в месяц. То есть условно через неделю и будет второй вебинар. Там у нас, скорее, другая штука. Мы ставим ограничения минимум 5 человек, а максимум варьируется. Самое большое регулярное обучение было на конфлюенсе. Там пригнали в какой-то день 178 человек, и мы хлебнули горе, потому что чем больше людей на вебинаре, тем больше он длится. Потому что если ты сидишь и рассказываешь лекцию, то ты дурак, не тренер. Ну, толку от тебя немного будет. Там кто тебя слушает, то будет 2 часа. С ума можно с этим? Нет. Ты общаешься с людьми, они задают тебе вопросы, ты им задаешь вопросы, вы-то взаимодействуете. Это регулярные программы. Есть нерегулярные программы. Я не только в рамках наших вещей еще веду, я еще провожу на бизнес-практиках вебинары. И конкретно мой опыт, самый большой, самый злой вебинар на бизнес-практиках был. Там было порядка 200-что-то человек. Я там тоже хлебнула горе. Их тоже было много. Это был вебинар по Excel, они задавали много вопросов. Там строится на профессионализме спикера, на профессионализме тренера. То есть если ты не умеешь управлять аудиторией, то тогда тебе смерть. Это самая большая группа. Опять же, это не нормальная история. Нормальная история – это порядка 15-20 человек на группу. Вот это адекватный вариант. На узкоспециализированные программы пригоняют по-разному. Для САПа группа в 60 человек – это нормальная группа. Для 1Са группа в 7 человек – это тоже нормальная группа. Онлайн-курсы, сделаю упражнения в своем темпе, когда будет удобно использовать. Вот как раз к этому давайте переведем наш разговор к онлайн-обучению. Коллеги, какие болевые точки мы обнаружили, когда мы занимаемся этим всем? Я прям страшно превысила лимит. Кому я там обещала, что я 20 минут буду говорить? Смотрите мне в глаза мои бессовестные. Ну, абсолютно нормально. Я думаю, что… Давайте так, поставьте в чат плюсики, что все комфортно и интересно, и хочется продолжать. Нам немного осталось. Прям немного. Я обещаю. Все отлично. Три человека, не знаю, из скольки там. Нет, все отлично. Да, окей. Какие болевые точки мы обнаружили? Где мы, собственно, коллективно хлинули горе во время наших всех вот этих вот замечательных мероприятий? Ну, я сейчас, Сергей Аникин, я сейчас не буду выйти про то, что санглазичное обучение вообще, в принципе, беда и проблема. И это сложно, и это дорого, и это проблемно в организации, в поддержании, в проведении. В силу, допустим, даже специфики самой работы в Сибору Интернешнл. Это мимо. В процессе анализа результатов и статистики обучения мы изначально не принимали в расчет один смешной параметр. Мы смотрели, сколько обучений у нас люди прошли по каждой из программ. Там за месяц, за полгода, да. Мы смотрели, значит, сколько у нас на разных предприятиях, где всего было обучено. Знаете, что мы не смотрели? Мы не смотрели, сколько на каждом предприятии люди проходили обучение по каждой из программ. Очевидная вещь. Не смотрели до совсем недавних пор. На практике это приводит к тому, что, ну, опять же, мы сейчас говорим про обычное обучение. Мы не говорим ни про те случаи, когда мы выходим на какой-то крайний партнерский уровень с предприятием. Ну, как партнерский, прям такой активный взаимодействие. Вот за СНХ мы там прям в кармашках друг у дружки сидим, знаете, чихнуть, видите, без знания друг друга не можем. Поэтому там обучено много людей, там все понятно. Но по другим предприятиям, где мы пока не приходили на эти предприятия активно, там бывает закос. Например, в Томске, где я сижу, в Томске люди в первую очередь учатся САПу. Цифры по САПу колоссальные. Числа по Excel, по Word и так далее, ну, обычно по почте даже, билет на минимуме. Происловно, что у нас даже тренер основной по всем этим системам тоже у нас в Томске находится. Но, тем не менее, цифры минимальные. А это в том числе транслируется в результате, ну, в качестве работы на функциях у данных сотрудников. То есть там тоже это нужно решать. Это, значит, информационная кампания, более целенаправленная. Таргетируемся, ориентируемся на них, потому что они зачастую не знают, что вообще это доступно в компании, вообще это бесплатно, денег платить не надо. Мы его всему научим, ловит, поцелуем и еще и спасибо скажем. То есть это вот одна проблема. Дальше есть такая штука, как иллюзия знания. Коллеги, есть идея, что такое иллюзия знания? И почему это вызывает проблемы с курсом по Word? Можно в чат, можно в слух. Что за иллюзия знания? Она есть, и это проблема. Да, Артем, совершенно верно. Человек думает, что он все знает. Чего я там буду учить? Господи, какой Word? Вы что? Это Word учить? Нет. А там есть, что учить. Например, через Word мы можем готовить, ну, буквально за пару кликов, берем Word, берем эту плечку в Excel и за три минуты мы приготовили условно сотню документов одного типа адресных на разных людей, на разные, не знаю, контакты, на разные даты, просто за счет интеграции Word и Excel. Казалось бы, просто Word. А там много каких-то таких мелочей, которые имеет смысл знать. Другая штука, люди к нам приходят зачастую сначала на расширенный курс по Excel, а потом на базовый, потому что они приходят на расширенный, в смысле, чего я там на базовом буду учить. На расширенном курсе понимают, что да, а там есть, что поучить, потому что они строятся, знаете, как пирамидка такая один на другом. Они идут сверху один поверх другого, и они потом приходят на базовый. В принципе, неплохо, но было бы логичнее, если бы сначала приходили на базовый, не питая иллюзией относительно того, что они там все знают. Причем, заметьте, я сейчас говорю не про тех людей, которые Excel видели только на картинке, в учебнике или в кино. Я говорю про тех людей, которые в Excel работают годами. Много кому надо идти на базовый курс по Excel, потому что основная цель базового курса заключается не только в том, чтобы сумму, если запихнуть в человека, а в том, чтобы он научился ориентироваться в программе достаточно и понимать, где что найти, и понимать базовый принцип повторяемости и дуальности Excel. Слова такие пафосные, но тем не менее. Это прям важные штуки, это какой-то кросс-функциональный навык, который мы прививаем на базовом курсе. И вот люди туда сначала не идут, а потом идут. Почему бы и нет? Мы не против в целом. Дальше. У нас идет сейчас активный сдвиг запроса сочного обучения на электронное обучение. И это очень сложная динамика. Что у нас происходит? Мы сейчас создаем электронные курсы своими силами. У нас есть один обычный сотрудник, который создает курсы в Articulate. Я сейчас буду учиться, тоже буду создавать курсы в Articulate, бедным, несчастным, и там не только. Потому что есть запрос на электронное обучение. Тренажер, где ты посмотрел, потом сам повторил, потом попробовал, тебе вкусно и удобно, это популярный запрос. Основная проблема, и тут еще требуется дальнейший анализ. Нужно ли нам полностью замещать очное обучение электронным? Потому что здесь, на самом деле, в андрогонике есть еще такая тема, что у всех очень разный предел познания, и восприятие информации у всех разное. Это прям большая трагедия зачастую бывает. Поэтому надо еще дальше смотреть по компании. Пока что я не вижу, опять же, я далеко не в самое главное лицо, поверьте мне на слово. Я там где-то внизу пищевые цепочки. Меня только что мышь не едят, а так-то да. Но получается, что надо понять, насколько нам действительно нужно полностью замещать электронным обучением очное обучение. Скорее всего, это будет гибридная модель, в всяком случае, нет, окажется, что у нас будут основные электронные курсы. И вдогонку к ним будут редкие, как на бизнес-практиках, тематические такие выстрелы в воздух, на которые будет приходить большая группа людей, где будут рассматриваться конкретные прикладные задачи, проблемы. Опять же, не по всем темам, можно сказать, электронные курсы, потому что по САПу мы проводим бесконечное количество обучений в месяц. Вот на следующей неделе буквально 4 подряд идет, и это мало, потому что бывает и по 10, и по 12. И они все узкоспециализированы, по каждому из них курс электронный не создашь, создавать будем до второго пришествия. Очень сложно определять маркеры оценки эффективности обучения, потому что это на самом деле штука эволюционная. Мы сначала приняли одно, потом принимали другое, потом принимали третье, сейчас принимаем вообще все. Мы смотрим абсолютно на все, на что только можно смотреть. Мы учитываем и фокус-группы, и техподдержку, и, значит, запросы куда угодно, и запросы ко мне на консультации. И там, короче, смотрим все параметры, какие только можем. Не сразу к этому пришли. Опять же, тоже нахлебались слез. Горьких, горьких слез. Проблема коммуникации. Компания большая. Я вот тут вам сейчас приводила пример с запсих нефтихимом. Там на предприятии, ну, там, я сейчас сильно округляю, но там 4 тысячи человек, там что-то там, больше четырех. И с каждым из них сказать, коллега, а у нас тут такое есть, а такое все вкусное, а ты приходи, а тут хорошо, а мы добрые. Это большая беда. То есть нужно определить было, мы очень долго не могли определить, наиболее эффективный инструмент для проведения коммуникации. И сейчас у нас их много. У тебя, Екатерина, другая проблема. У нас их много. И мы не можем прийти к одному. Было бы очень хорошо, если бы мы пришли к одному. Знаете, там, условно, вот есть портал, и все на него пришли. Нет, у нас есть портал, у нас есть группа в корпоративном корпусе социальной сети, господи. У нас есть рассылки несколько. И у нас есть еще информационные кампании, конкурсы, там, всякие песни, пряски, много всякого хорошего, доброго. Основная задача заключается в том, чтобы людей, для того, чтобы людей, значит, учить. Запрос на обучение поступает сейчас непредоставленная в компании. То есть на разработку новых курсов. Эти курсы нужно понять, как разрабатывать, кому их разрабатывать, оценивать, что трудозатратнее, что выгоднее финансово купить или, значит, сделать. Это большая проблема, которая требует регулярной переоценки и решения. Это сложный просто пункт, с которым нужно жить. И, наконец, трудозатраты на создание электронных курсов. Мы тут создавали курс по Outlook. И сначала, когда только такие посмотрели, такие прикинули, за месяц напишем. Написать-то мы его написали. Но там доводить до ума, делать много всякого доброго и интересного, мы его делаем уже далеко не месяц. Сейчас вот только заканчиваем, пускаем продуктив. Он хороший, красивый, добрый. Он все еще дешевле, но обходится, нежели если бы мы его покупали со всеми нашими переработками. Он обходится гораздо дешевле, нежели если бы мы его покупали где-то. Он компании крайне выгоден. Он выгоден еще и потому, что мы ориентировали его на нас, на наши проблемы. То есть там все вопросы базируются, исходя из того, с чем человек обычно учится в техподдержку. А что это у меня архив пустой создается? Ну, там условно, к примеру. А что я тебе письмо не могу найти? А вот-вот курс тебе прям вот этим и что это? Ну, прям все отвечает. Коллеги, это весь материал, который я бы хотела сегодня рассказать. Я прошу прощения за то, что сдержала. Давайте, если у кого-то есть вопросы, накидывайте в чат. Я буду читать, отвечать. Вот всем спасибо, кто пришел, кто не пришел. Они же никогда не узнают, что происходило. Так, Алексей, вопрос. В Сиборь есть понятие корп-академии или корп-университет, как у Северсталя? Да, есть. Сбир, Росатом и некоторые другие компании. Вторая половина вопроса. Какая пропорция между группой тренеров постоянных и приглашенных, то есть по совместительности с основной работой? У нас нет такой штуки, как... Слушайте, вот смотрите, короче, у нас сложная схема. У нас есть корпоративный университет. Корпоративный университет учит людей много чему. И это далеко не единственный пункт. Вот мы... Это такой факультетик, маленький кусочек. Мы связаны с корп-университетом, но мы не совсем корп-университет. Мы больше связаны с техподдержкой, нежели с чем бы то ни было еще. У нас запросы строятся в первую очередь от техподдержки, в принципе, от технических потребностей компании. То есть у нас немного другой запрос. Поэтому история такая. Да, у нас есть тренера, которые приглашаются, которые обучают чему-то. У нас есть тренер из Бауманки, который обучает сотрудников в работе с SQL, с Python, с анализом данных. Она приходит, только этим, по сути, занимается. У нас есть тренера, которые... Вот как я, например, тренерская деятельность, не моя основная деятельность, но там пару раз в неделю я веду вебинары. Ну, сейчас уже там реже, иногда чаще, по-разному бывает. Там есть сотрудники техподдержки, которые там 2-4 раза в месяц проводят вебинары. Наша норма то, что большую часть обучения у нас проводят внутренние сотрудники. Прямо больше, прям критично больше. Потому что это удобнее самим сотрудникам, это выгоднее нам, и это результативнее. Своя рубашка ближе к телу. Человек, который твой запрос техподдержки решает, темными ночами сидит, не спит, в ночную смену. Ладно, такого уже давно нет. Человек, который сидит и знает, что ты нехороший человек, ищем 30 раз на дню с просьбой почту заархивировать, то там, знаете, файлы с ней, то еще что-то, он совершенно точно знает, чему тебя учить. У него даже вопроса такого не возникает. Он прекрасно понимает, на чем строится эта программа, и он знает, чем дополнить. Более того, проконсультирует гораздо лучше любого внешнего тренера, поскольку он все равно с тобой работает. Если не ответила на вопрос, да задавайте. Коллеги, есть у кого-нибудь еще какие-либо вопросы? Можно голосом? Можно просто писать в чатик? Нет. Баста. Я так понял. Пошел. Можно я, наверное, задам. Дмила, а какой, ну или два, или три, услуга, наверное, один, самое большое сопротивление в чем на обучение? Что я все знаю? Нет, вообще такого сопротивления нет. Слушайте, когда человек пришел на обучение, он уже котик, он уже молодец. У нас бывает, слушайте, во-первых, реально, там нет сопротивления, не бывает. Мы силком гоним только тех, кто сильно косячат. И это, конечно, бывает, и там основное сопротивление происходит на этапе, ну, может, нет, а может, я так больше не буду, но его все равно надо обучить. Вот это бывает сопротивление. Но когда человек уже пришел, то там нет такого сопротивления. Там бывает, что есть категория сотрудников, которые смотрят, и ты, значит, тоже проблемная точка, и ты знаешь, что он тут есть. У меня сегодня был вебинар, у меня было на вебинаре 88 человек. И я вижу, ну, в смысле, я же смотрю, я же смотрю, что происходит, я вижу то, что в чате со мной общаются из этих 88, где-то половина. Что делает оставшаяся половина? Что вы пришли? Что вам надо? Это же все добровольно. Вы же добровольно пришли. Что же вы со мной не разговариваете? Причем сидят, полностью сидят, от начала до конца, никто не гонит, пришли сами. Это бизнес-практики были, то есть это еще и там они, в принципе, сами записываются сильно сами, даже не через основную программу. Поэтому нет, там такого сопротивления нет. Сопротивление может быть на этапе, мне сказали, что надо поучиться, а я бы в это время лучше бы, ну, честно говоря, силы поработали. Но когда человек уже пришел, все гладенько обычно. Спасибо. Да, не за что. Коллеги, есть еще у кого-нибудь какие-нибудь вопросы? Людмила, есть такой вопрос. Вот, ну, как я понял, у вас в основном строится обучение вот продукта. То есть нужен SQL, там 13 тысяч человек обучили, продолжаем дальше. А вот что касается, вот вы даже упомянули такой момент, траектория развития, трекинг и развитие конкретно в рамках какой-то компетенции. То есть вот как это сейчас принято на рынке, ну, там, возьмем Data Science, есть Junior, есть Middle, есть Senior. Это не, у нас есть, у нас есть такие программы, но это не мои программы. То есть я знаю, что они есть. Я на них смотрю, знаете, лиловым глазом, так кашусь на них, потому что они красивые. Они есть в рамках вашего, я так понял, корпоративного университета, все верно? Да, ну, мы так или иначе, мы все корпоративный университет, потому что мы живем по одним стандартам, у нас одни требования и так далее, и так далее. Но это называется по-другому, это называется центр экспертизы. Это не совсем университет. И там, опять же, будет спикер скоро, и наши любезные организаторы там в скором времени ее либо публикуют, либо скажут. Ну, либо подожди секунду, я постумлю в WhatsApp, потому что что-то там мне писала Татьяна, когда она там выступает. И у нас будет спикер, который будет говорить конкретно про центр экспертизы. Отличный, вообще, 22-го. 22-го будет спикер от центра экспертизы. Она расскажет про именно такой карьерный трек, где ты пришел, и ты стал из джуниора мидлом, или ты не был вообще там ни джуниором, ни кем, ты был прежь что-то, а стал джуниором. Есть такая программа, просто мне не моя, не могу компетентно что-то сказать. Понятно, спасибо. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Или если нет, то, я уж не знаю, хоть скажите мне, ну, так все, баста. А то я же как буду сидеть, тянуть, смотреть на вас, будет что-то там зреет в головах. Так, ну, вроде, вроде, никто микрофон не включил. Нет, нет, спасибо. У вас уже золушка потеряла башмачок, у вас уже, наверное, заполнишь. У меня вообще конкретно заполнишь, но это нормально. Спасибо большое. Коллеги, вам спасибо. Возвращаю слово нашим организаторам. Спасибо большое, Людмила. Я думаю, что все вынесли полезное применительно к своим компаниям, к своей ситуации. Мне со своей стороны тоже было очень интересно послушать вроде бы, да, очевидные вещи. Но вот мне больше всего, наверное, запомнилось то, что действительно мы часто, ну, для себя отметила, мы часто думаем, а, я знаю, здесь вот все мне известно, здесь все просто. Но стоит все-таки даже каким-то азам, каким-то базовым вещам иногда стоит пересматривать даже сам подход, да, и все равно идти обучаться. Спасибо огромное. Спасибо. Коллеги, вам спасибо. Спасибо. Так, тогда я быстренько сделаю анонс следующих наших мероприятий. У нас 6, как раз числа 6 декабря, будет утреннее неформальное ток-шоу «Утреннее 8.30». 7 декабря у нас будет интервью, тестирование продуктов в Сибурдиджитал. У нас будет Игорь Голубенков. И 9 декабря у нас будет круглый стол, как описать данные в промышленной компании и поддержать описание в актуальном состоянии. Еще один небольшой анонс. Вот у нас, по-моему, следующий слайд. Дело в том, что у нас активно развиваются экспертные группы. И сейчас, сегодня у нас стартовала группа по бизнес-анализу от Ольги Горбуновой. Следите за анонсами в чате. Сейчас дадим ссылочку на этот уже чат, который будет развиваться. Будет эта экспертная группа тоже выходить в круглый стол. Приглашаю всех. Также у нас уже активно действует чат и экспертная группа Александра Теплюка по техническому зрению, по датасету для дрона-спасателя. Также у нас есть экспертная группа по датадривинг-культуре от Олега Масалкова. И у нас есть отдельная экспертная группа по цифровым сервисам для сообществ. Павел Доройнин у нас ее лидирует. Обязательно смотрите наши анонсы в канале. Присоединяйтесь, задавайте вопросы. Выходите к нам с темами. Если у вас возникло желание быть спикером по теме, обязательно пишите мне. Меня зовут Александра Пальянова. Пишите отзывы о сегодняшнем мероприятии в наш чат. Будем рады услышать ваше мнение. Спасибо огромное еще раз. Я скажу нашему спикеру Людмиле. Да, этот вечер был замечательный. Спасибо. Прощаюсь с вами. Всем хорошего вечера. Коллеги, всем пока. Спасибо.